Аганесса Макрчан заканчивает юридический вуз. Говорит, за четыре года учебы спорт стал неотъемлемой частью жизни. Хотя тягу к здоровому образу жизни Аганессу привил еще отец, который занимался легкой атлетикой. Ежегодно молодой человек принимает участие в традиционном всероссийском дне бега кросс-нации. Когда бегаешь, ощущаешь невероятное чувство, то есть это и мотивация в дальнейшем. Если будет желание стать спортсменом, принимать участие в всяких чемпионатах. Плечом к плечу с любителями бегут и профессионалы, которые всегда готовы поддержать советом. Для Татьяны Геремеевой кросс-нация открыл новые возможности. Пару лет назад на спортивном празднике ее заметил тренер и сегодня она уже КМС по легкой атлетике. Сначала бывает такое, они совершают ошибку, они бегут быстро сначала, а потом бегут медленнее. Хотя я даже на старте бывала, говорила девушкам, давайте начнем поспокойнее, начните и потом добежите. Вот такие скорее как отдых. Участникам предстояло преодолеть дистанции от 2 до 12 тысяч метров в зависимости от возрастной группы. На дистанцию вышли все от дошкольников до пенсионеров. Сейчас, нынешнее время, последние особенно 3-4 года стало модно бегать или на велосипедах кататься. Понимаете, и все участников с каждым годом становятся все больше. Но этот год своеобразный, из-за этого мы не можем по полному объеме его провести. Самар в принципе у нас очень спортивный город, у нас очень много спортивных событий, которые происходят. Такой забег, конечно, очень важное мероприятие, потому что ее принимают все жители не только нашего города, но и области. Это всероссийское мероприятие. Ну и каждое спортивное мероприятие – это замечательный пример того, как город и как жители города стрелятся, стать сильнее, лучше, быстрее, правильнее, здоровее. По итогам забега все участники получили медали и кубки. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...